Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. В Рогачёве задержали мужчину с боевым пистолетом. 27 ноября в РОВД поступила информация о том, что у одного из посетителей кафе при себе есть предмет, похожий на оружие. Оперативная группа сотрудников ОМОН, работавшая в районе, среагировала моментально. В барсетке у 32-летнего мужчины действительно был пистолет марки ТТ. При личном обыске у него изъяли патрон и стрелянную гильзу. Как оказалось, в этот день задержанный отдыхал в гостях у своего друга. Прилично выпили. Хозяин похвастался, что у него есть настоящий пистолет. Вскоре мужчины решили пострелять, для чего вышли в лес. Затем продолжили отдых. Когда спиртное закончилось, решили поехать в кафе. Хозяин оружия изрядно выпил спиртного, потому его друг из лучших побуждений предложил отдать пистолет ему. В итоге он зашел в помещение увеселительного заведения. Оружие принадлежит не ему, а его другу, которого немногим ранее пьяным у входа в кафе остановили сотрудники патрульно-постовой службы. Друг, в свою очередь, получил его в подарок от своего знакомого. Пистолет несколько лет назад им был найден в лесу сильно поржавевшим. Мужчина перебрал оружие и восстановил некоторые детали ударно-спускового механизма. Проведенная специалистами КСЭ экспертиза подтвердила, что пистолет пригоден для производства выстрела. По факту незаконных действий в отношении огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело. У нашедшего в лесу оружие при обыске обнаружено также 20 патронов. Назначено проведение еще нескольких баллистических экспертиз. Следователями будет дана правовая оценка действиям всех фигурантов. В Гомеле пограничники закрыли канал поставки психотропов из Российской Федерации. Как сообщает Госпогранкомитет, в ноябре сотрудники органов пограничной службы задержали поставщиков опасного психотропа. Ими оказались двое белорусов из Брестской области, которые ввезли товар из России для дальнейшего распространения. При задержании в салоне их автомобиля найдено около 2,5 килограммов порошкообразного кристаллического вещества. Судебные эксперты определили, что это альфа-ПВП. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот и перемещение через границу психотропных веществ. Задержанным может грозить до 15 лет лишения свободы. Сотрудники милиции задержали гомельчанина, напавшего на охранника магазина. 27 ноября в одном из магазина Гомеля гражданин прошел мимо кассы, не оплатив товар. Сотрудник службы безопасности сделал покупателю замечание и попытался его задержать. Но правонарушитель стал избивать охранника. Подоспевшие коллеги задержали мужчину и доставили в райотдел внутренних дел. 44-летний неработающий гомельчанин находился в состоянии алкогольного опьянения. Причину своего поведения пояснять отказался. По данному факту проводится проверка. В ближайшее время его действием будет дана правовая оценка. В Калинковичах ночью сгорел легковой автомобиль. В результате пожара повреждены кузов, салон и моторный отсек автомобиля Volkswagen Charan 1996 года выпуска. Машина была припаркована во дворе многоэтажек. Пострадавших нет. Основная версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова